Информационный повод понятен. Вот наш очередной словарь. Словарь сельскохозяйственной лексики называется. Надо сказать, что вот такого рода сельскохозяйственная лексика почти не описана в словарях. Словари в основном описывают научную терминологию, связанную с разными там направлениями сельскохозяйства. Мы же решили, что интересно изнутри, так сказать, снизу посмотреть, как народ называет коров, поросят, орудий труда, с которыми он имеет дело. И получилось вот сколько там страниц, 270 с лишним страниц текста, больше полутора тысяч слов. И надо сказать, что каждое слово в народной речи – это не придуманное кем-то слово, а оно прошло проверку временем, и оно тщательно, так сказать, шлифовалось во времени. И то, что мы получили в результате, я думаю, что очень точно отражает не только само понятие сельского хозяйства, а отношение к природе прежде всего. Потому что это взгляд на природу в целом не просто вообще не потребительский взгляд, а именно вот в контакте с природой человек здесь как раз и раскрывается. Человек деревенский. Вот нас, конечно, интересовала эта сторона, как наименее может быть описано. Диссертации есть по сельскохозяйственной лексике. Вот народный такой диалектный. А словарей не было. Вот мы и решили такой словарь сделать. Тем более, что современное сельское хозяйство кардинально меняется. Исследователи говорят о том, что можно говорить о трех пластах в сельском хозяйстве. Это архаичные формы хозяйствования, они еще сохраняются. Это советские. И это уже индустриальные, современные, может быть, даже технологии, так сказать, импортные. И все вот в результате, конечно, кардинальных вот этих изменений в сельском хозяйстве вся эта лексика уходит, умирает очень быстро. А в то же время она ценна, потому что в ней культура прошлого и, как я уже сказал, взгляд на природу человека, сельского человека. Например, название простого очень орудия, которым косит траву. Литовка. Мы это все знаем, да. Почему Литовка? Потому что действительно первый завод, где делали такие косы, он был в Литве под Гродном. Я забыл сейчас. Да. Подвильно. Прошу прощения. Да. Вот. А потом уже на Урале появился такой завод. И вот он изготовлял такие косы литовки. Литовка, литвянка, литовица. Чувствуете, как слово уже обыгрывается в народной речи? Очень уважительно. Масса разновидностей литовок. Оршинница. Это коса большого размера. Девятка, семерка, восьмерка. Для разных работников. Ну, скажем, четыре руки или четверка. Это детская коса. Четыре ладошки. Вот она столько занимает. Шестерка – это женская коса. Женщины косили, да. Ну, восьмерка – это, конечно, мужская, да. А десятка – это коса, которой косили хлеб. Или называли ее даже отдельным словом «косыга». Масса названий. И вообще очень много там дифференцированно называются места для покоса, где какая разновидности сена, какой она бывает. Все это показано в словаре. Праздники, которые связаны с началом и с концом. Сенокоса, да. Петровки – готовь литовки, да. А когда уже стога поставили, это откоски, так называемые. То есть люди собираются. Вообще, масса таких трудовых праздников после окончания страды, они как раз показывают, что традиционный человек, вот сельский, он умел соединить и труд, и жизнь, и отдых, так сказать. Он жил полноценно, а не то, чтобы вот он, значит, вкалывал до полусмерти, а потом где-то, значит, вот приходил в себя. Нет, это были очень гармонизированные такие отношения. Таких праздников очень много. Праздников, которые одновременно являются работой. На работу как? На праздник. Вот. Еще один пример – это коровы. Моя любимая тема. Весной родившуюся корову называют или марта, или апрелька. Это не прозвище, не кличка, а именно вот нарицательное слово. Значит, это по времени. По удою, конечно. Или ведерница, она дает за удое ведро молока. Или литровка. Литр молока. Конечно, какое держать, да? По характеру – лягунья, блудена, будунья, папалза, та, которая вечно последняя идет, да. Вот еще по времени рождения – веснушка. Это весной родившаяся теленок, значит, а потом коровы, да. Земнушка, соответственно. По масти – красуля, по возрасту – ланшина, это год прожила, третичина – это уже три года корове, да. По породе. Ну, вот распространенные на Урале коровы – это тагилка или суксунка. Это такого красного, красноватого цвета масти коровы. Очень популярны были. Но они были, по-моему, с голландскими когда-то скрещены, поэтому они очень адаптированы к климату. В Голландии все-таки тоже холодно, да. И в то же время очень большой удой. Теперь поиграем в игру. Я называю призывные слова, а вы отгадывайте, кого этими словами призывают. Маси, Маси, Маси. Мушку, кошку, кота? Нет? Корову. Далеки мы от народа. А нет? Да, конечно, да. Маски или Маси, да. Байка, байка, байка. У меня созвучно бали-бали. Да, 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 овечка, верно. Барка, барка, барка. Тоже овечка. Ну, скорее баран. Да. Бурша, бурша, бурша. Смотрите, какое слово говорит. Да, да, да. Тоже баран. Чошь, чошь, чошь. Тоже баран? Никогда не слышали. Нет. Это уже поросенок. Дудьки, дудьки, дудьки. Тоже поросят. Реньки, реньки, реньки. Вот это поросят, наверное. Да, да, да. Хрюкает, да, тут уже можно указать. Пры-пры-пры. Лошади, так говорят. Птицы. Телятами. Ну, где ты найдешь такую птицу, которая к тебе придет? Коров. Трутя. Попробуйте сказать Трутя. Попробуй, молодой человек. Можно еще раз? Трутя. Трутя. Получилось. Тест прошел. Это корову так вот зовут. Да, да, да. Пте-пте-пте. Тоже корову. Вот. Ксе-ксе-ксе. Тоже корову? Нет. Лошадку. Лошадку. Ксе-ксе-ксе. Да, получается. Это уже местная. Чиба-чиба-чиба. Псу-псу-псу. То же самое. Вот какими словами владели наши предки. И до сих пор некоторые в деревнях владеют. Это опять про лошадь. Но пуля-пуля, наверное, вы догадаетесь, кого так зовут? Пуля-пуля-пуля. Барашка тоже? Нет. Цыпленка. Сильки-сильки-сильки. Что-то цыпленок подойдет разве? Чили-чили-чили. Да, вы знаете, подойдет. Да, и именно такой звукокомплекс, он на лекторном таком уровне, видимо, воспринимается, и они бегут. Гоша, Гоша, Гоша. Тоже куру, наверное, нет? Нет. Гуси так зовут. Есть отгонные слова. Например, ксы. Это кого отгоняют? Коров. Узя-узя. Или гзя-гзя-гзя. Есть еще вариант. Гуся. Свиней. Вот такие вот необычные, раритетные, я бы сказал, слова, представлены в этом словаре. Много разных тематических групп здесь и названия. Здесь в основном три таких группы. Это, если больших, то это вот животноводство, это растеньеводство. Ну, собственно, это две основных. Ну, и там частично все, что связано с орудиями труда. Это отдельная такая большая группа. Это какие-то были локальные районы Пермского края? То есть где вы? В самых разных районах. Это русские? Ну, там обычно есть пометы, где это записано. Но это все русское. Я допускаю, что некоторые могли заимствовать название от ком-пермяков. Потому что северных-то у нас много материалов. И даже татар-башкирский, может быть, материал есть. Но в основном это русский языковой материал в таком оригинальном преломлении. И то, что это вот действительно опыт народа, проверенный многими, даже не десятилетиями, а веками. И все записи были сделаны в 20-м. Но в 21-м мы уже понимали всю бесперспективность этой работы. Столько не соберешь, сколько мы могли собрать там, скажем, в 80-х годах, когда все это было живо еще. И уже новые процессы какие-то пошли. Есть какие-то сильные волшебные слова, Иван Васильевич? Немножко о метафизике. Ну, я сейчас так вот не вспомню. Но народное представление о Богороде, оно другое. Я помню даже такую ситуацию. Я пришел к бабке, она что-то там в грядке копается. Я говорю, ну, там, Матрена Ивановна, можно с вами поговорить? Она молчит. А мне нужно было именно с ней поговорить. В общем, я ее простоял у забора, где-то с полчаса ждал. Потом она разгибается, идет ко мне, говорит, «Прости, милый человек, но ты, видно, не знаешь, что когда кто-то с землей управляется, он не должен останавливаться и не должен ни с кем разговаривать». Ну, контексты мы старались по максимуму. У нас есть этот словарь вот такими. Это такой яркий пример, как раз когда человек и природа. Да-да-да. Человек часть природы. Это таинство, да, такое. Он природен, да, и он не может отрываться, да. То есть мы утратили не просто сельское хозяйство, мы утратили вот это отношение. Сами бабушки говорят, как же они милые теперь живут, эти коровы. Их цепями к столбам привязали, им привозят там комбикорм, сено, а травку-то ведь они не щиплют. Но в то же время мы как-то были под Краснокамском на одной ферме, там фермер такой современный, он придумал, а я знаю, в Европе это тоже очень принято, так называемое «lustiges fleisch» – веселое мясо. Когда бычки растут на свободе, вот они едят, что хотят, там бегают, и они такие вот, получается, это отборный такой материал для стейков. И вот он тоже придумал такой, не знаю, чем у него закончилось все это сельское хозяйство. Ну, праздничное время, оно вот после Троицы до Петрова дня. Это Петровское заговенье, так называемое. Праздников здесь очень много, в разных местностях, они по-разному и назывались, но суть одна. Нужно было поклониться земле, так сказать, с тем, чтобы она родила, и поэтому вот в основном эти праздники проводились на природе. Вот в Ильинском районе, я знаю, такой праздник, он называется просто «Луга». Значит, все ходили по лугам, там, значит, со своей едой. Ну, если, говорят, буфет приедет, то хорошо. Значит, вот и буфет тоже, но это уже в более позднее время, а в более такое старое время, там, конечно, просто со своими медвенчиками ходили. И, да, таких праздников было много, но они имели ритуальный смысл. Более того, начало любого такого страды, оно тоже считалось праздником. И в Петров день, например, до обеда не работали, а шли в поле на покос. Все юбки, говорит, наденем хорошие, какие есть. Вот три юбки надо обязательно надеть. То есть похвастать богатством, своим красотой, дородностью, так сказать. Вот и пиво с собой, естественно, нанесли. Ну, а когда заканчивалась страда, естественно, да, делали, вот сейчас делают откопки, называется, картошку выкопали, откопки. В некоторых местах называют, окончание такой страды называют богатый авин. Хотя это, конечно, праздник по поводу окончания молодьбы, но сейчас ведь не сеют и не молотят у себя. Поэтому один дед в Малепке мне сказал, у меня сегодня богатый авин, потому что я картошку выкопал, сходил в сельпо, купил бутылочку, и вот жду гостей. Сейчас мы, значит, будем праздновать. Это вот к вопросу о том, что работа и праздник, они как-то вот плавно перетекали. Собственно, и от работы получали удовольствие. А вот зимний период? Ну, зимний период, конечно, там очень много было праздников. Перед зимой такой замечательный праздник на севере, особенно в Черденском, в Гаинском районе мы записывали. Это пастухова каша такой праздник. Когда заканчивали уже пасти скота, то к пастуху все шли с подарками, значит, и с угощением к нему. Значит, вот его угощали, потому что он же раньше был конкурс на то, чтобы занять должность пастуха. Это даже мне рассказывал один дед. У нас, говорит, там три вот претендента, например, будут. Они должны были говорить. И зачем, за кем последнее слово, тот и будет пастухом. То есть, это серьезно было. Он должен уметь там и от волков стадо уберечь, и коров не упустить, и чтобы они не объялись ничем, и так далее. Так что вот к нему такое мистическое отношение было. И День кузнеца, по-моему, тоже был. Это я, правда, только в одном месте записывал, на юге Пермского края, в Октябрьском районе, там, в Покров день, это начало зимы, кузнец шел по деревне, он имел абсолютное право зайти в любой дом, его беспрекословно кормили, поили. Если он перестарался с этим, то тут же ему постель делали, он ночевал и шел дальше, в следующий дом. И все знали, что это такой ритуал. Ну, а к кузнецу же любой пойдет, потому что поправить косу, поправить плуг, там, борону и так далее, все делал кузнец. От него очень многое зависело. Поэтому это были самые главные люди. Вот такие аграрные праздники. Что вспомнить? А, да, вот очень любопытный праздник. Окончание жатвы. Это, как только он не называется, заплетание бороды, ловить зайца называется, когда заканчивает уже жатву или там сенокоз. Он как бы в остатках сена, вернее, травы, нескошенной или там несжатой ржи, дух вот этот природный, он как бы скрывается. И вот поэтому кричат «Ловите зайца! Ловите зайца!» А заяц убегает все равно, потому что на следующий же год должно снова все это появиться. Вот. И в связи с этим один из таких обрядов, это когда угощают тех, кто сеял поле, собственно, доверялось тоже знающим людям, да, и кто заканчивал жатву. Вот эти жнеи, так называемые, они были особенно уважаемыми, и им подавали пиво в решете. Но решето промазывали глиной, чтобы она не вытекла, да, значит, и вот они, значит, должны быть. То есть, это чудеса в решете называется, да. А решето это известный символ, там, благо, круглый же предмет, да, значит, солнца, Бога вообще, да. И вот мне рассказывали такую историю, что, говорит, не просто, говорит, на решете ему подают, а еще на хлебной лопате, значит, чтобы самому грешному не контактировать близко, да, значит, вот на хлебной лопате. И потом я как-то в интернете читаю любимое развлечение в той же, в Англии, там, во Франции, даже и на севере. Это когда в ресторанах подают, значит, угощение на лопате. Вот, но это там свои очевидные мотивации, но вот лопата, она связана как бы с выделением этого вот человека, с его отчествованием таким, да, то есть ты сам как бы вот, никто тебе дает, сам Бог, что ли, да, подает. Вообще, лопата орудий Бога известна, даже по некоторым средневековым источникам.